мои дорогие телевители рад присутствовать в новом выпуске сижу уничтожаю сыр колбасный дети спят я монтирую на мороз занимается спортом просто проезжали мимо нашего дома думали сидеть и уснуть поедем дальше нет нифига завернули уложили замечательно сейчас канаду дальше монтирую еще два дня осталось дети просыпаются хватаем их и едем в аквапарк часть к 2 там а потом казино цирк прогулка пари ну таков план время без 15 и 3 да мы в час в 12 30 спать легли офигеть мы проспали вспотел весь бедный да и теперь в город в музей и в музей пойдем пойдем музей до братик пришел братик тоже умылся что ты что ты падаешь сразу ты пить хочешь ты хочешь пить давай папа откроет давай на смотри только аккуратно аккуратно давай пей но поднимай вот так не хочется другую надо открыть полную зачем пить боже мой еще и все нет не хочу микелечка микель оставь почему-то как витсон блин самый нижний горшок от самый нижний книгу вытаскивает на вот водичка машина гудит уже кондер на всю пашет сажаем детей едем 114 градусов машине это просто оттас 114 по фаренгейту 114 по фаренгейту это 45 и 5 твою мать 45 и 5 в машине 13 километра 13 минут 8 8 километров до до города вон до тех высоток поехали боли на 114 45 и 5 и это еще не самое лето самое лето здесь будет в августе будет просто просто убийство 115 чтобы меня это уже 46 это уже заявочка о прикольно аэропорт вот он откуда самолетики взлетают немаленький . солнышко зашло за тучку и уже на солнце было у нас 115 сейчас 100 уже 101 опять ну как бы 38 с половиной градусов это не 46 однозначно пустая игровая площадка а кому в ней на ней играть то такую адскую жару музей открывать дискавери музей поехали 2011 год музей 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 ай тут прохладно кондиционер давай только не кричать давай папе ручку ручку не наруч 13 баксов с человека из детей 11 при том до года бесплатно не до двух а до года получается 13 13 было по 11 кепочку одень а хотите сможете снять можно снять мама уберет ну что-то квачка ребенок огромный музей смотрите там вон игровая площадка огромная монстр фиш in search of the last river giants какой смотри ты будешь играть сам смотри какая игровая площадка посмотри снизу вода там все песочек хочешь иди песочек смотри вот песочек смотри вот песочек иди посмотри иди глянь посмотри там песочек пойдем папа с тобой пойдет пойдем смотри песочек песочек вот иди археолог косточки ищи ищи косточки археолог маленький о динозаврика пацан наковырял смотри можно лапку папа лапку какую-то нашел вон динозаврика иди ковыряй Иди. Смотри, вот так ручкой туда залезь. Ай-яй-яй, уже не орём, а. Там вода, они сейчас увидят вот эту воду. Смотрите, дети куда наверх залезли. Вот бы мне такое в детстве. У меня сетки не было, у меня был обычный тополь с огромными ветвями. И эти тополя у нас доходили до уровня 5-ти этажки. И мы лазили до уровня 5-ти этажки. А тут всё безопасно и офигенно. Вон там батя залез даже с детём. Лопатку ты нашёл? Лопаточку нашёл? Смотри, папа для тебя динозаврика отрыл. Динозаврик, а тебе, папа, вот на. Это птеродактиля череп, на, держи. Просто посмотрите, оказывается, это и есть детский музей. Поэтому с детей здесь деньги берут. Вон игровая площадка от года до 5-ти. Мальчик, ты всё равно на это не переплюнешь. Вон какая-то площадка, вон. Вот туннель, здесь ещё что-то. Вот врачи стоят, рассказывают что-то. Офигеть. Ну что, пойдёмте, ребята, дальше? А где динозаврика? Вот два динозаврика. Смотри, вот, на тебе. Это какой-то а-ля Тирекс. Это бронтозавр какой-то. Что ты? Смотри, я хвостик нашёл. На, мальчик, держи хвостик. Не хочешь? Ну, переверни стульчик с психом. Пошли, 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 иди сюда. Вот, иди сюда. Натаниэль. У нас сейчас психу будет стол переворачивать. Стул, всё подряд. Вот, я же говорю. Если бы ещё кто-то пробежал, а мы кого-нибудь ещё ударил бы что-нибудь, кинул бы в него. Псих маленький. Иди сюда, папа анатомию будет тебе показывать. Иди сюда. Смотри, позвоночник. Ты видел? Вот, смотри, иди сюда, папа покажет. Ты растёшь, папа тебя носит. У папы вот здесь вот, вот тут, нифига нету, видишь? Нету там ничего. У него кость об кость, артрит развивает. На фоне твоих криков папе вон там у него уже в башке, не знаю, что появится. О, где братик? Вон братик, смотри. Вон братик побежал. Иди за братиком. Давай залазь. Внутрь, иди сюда. Наталья, Фатанчик, быстрее. Бегом. Быстро, быстро. Идите сюда, папа вам фонарики даст. Фонарик. Фонарик. Свети. На, фонарик. Вот так светить, смотри. Вот так. На, фонарик. Да, пойдём. Пошли. О, кто-то тут хлюпает. Идёмте. Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Посвети на стену вот сюда фонариком. Вот так, смотри. Вот так. Вот так. Ещё фонарик. Молодец. А где мама наша? А ну-ка сюда идите, я вам кое-что расскажу. Смотрите. Одна плацента. А вот вы, пиявки. Вот они, две плаценты. То есть две яйцеклетки, два сперматозоида. Образуется две плаценты, уже два плода. Они один яйцеклетку оплодотворил, она разделилась, получилась одна плацента и одинаковые близнецы. У нас разные близнецы, да? Прикинь, если бы... Что у тебя на руке здесь? Ну-ка. Если бы вы были одинаковыми и два таких нытика, как ты, это был бы вообще трэш. Смотрите, вроде обычная родинка, да? А у нас хрена и меланома. Карцинома. Куда мама ушла уже с братиком? Видишь, они ходят за ручкой, держатся. Вот братик побежит играть на эту горку? А ты тоже скажешь, я скажу, нет, Натаня, ты хотел на руках сидеть. Вот ты сиди и смотри, как братик играется. Смотри, здесь вертят, крутят что-то. Ты хочешь ходить? Смотри, смотри, проводочки. Иди, нажимай что-то там. Ой, соедини. Стоп. Давайте что-то соединим. Вот эту с вот этой. Ничего не будет. Какая офигенная игрушка. Пошли, Микель. Микелечка, иди сюда, Майки. Пойдем, пойдем с папой. Давай, ты, ты, ты. Иди смотри, еще играй. Иди смотри, тут дети вообще. Уму, разум учатся. Смотри, держись с одной стороны и с другой. И вот с этой стороны. А ты с той стороны. Ой, огонечки, электричество. А ты смотри, мы крутим, и у нас дом свет горит. Чем быстрее крутим, тем больше вырабатывается электричество. Смотри, какой генератор крутой. Пойдем, Майечка. Пойдем дальше. Майки, пойдем. Блин, как интересно, а? Здесь во всем этом еще разбираться. Вот солнечная энергия, что-то кубики куда-то ставишь. Так, ты куда побежал, молодой человек? Вы не поверите, что это. Дино плюшец. Ты сам выбираешь оболочку, а там вата. Берешь вату и сам себе шьешь динозаврика. Но нашим это мало, но мы обязательно вернемся. Вон мужик. Короче, курс шитя и кройки. Обалдеть. Слушайте, это просто лучше для детей, что я когда-либо видел. Притом для всех возрастов детей. Вот конструктор. Офигеть. Из кубиков что-то. Из домино цветного. Вау. А это, ребята, самый настоящий мультик. Ты расставляешь фигурки. И когда он движется, фигурки в разных этих позах. То есть, ну знаете, как можно их сделать так, а потом крутануть. И она будет бежать, шагать, прыгать, что угодно. Класс. Так что бежала вода, стекло было все зарисовано детьми. Она их помыла щеткой. Сейчас вот аккуратненько стекло чистится. И потом опять дети будут фломастером нарисовать. Видите? Кайф. Да? Ялочки. Этот уже настроился. Фломастер подонул. У нас тут кукольный театр. Да. Как обезьянка делает? Курочка делает? Курочка пришла. Смотри к обезьянке. Куа-куа. Куа-куа курочка делает? Куа-куа. Сейчас обезьянка уйдет. Да. Обезьянка ушла. Осталась курочка. И мама там? И козленок сейчас придет. Смотри, как козленок делает. Козочка как делает? Не, да, вот так делает козочка. Козочка курицу ест. Козочка не вегетарианец. Обалдеть. Вы не поверите? Посмотри на секунду за ними, пожалуйста. Вы не поверите, но... Вот корзинки. Там написано на картинках мусор тот или иной. Там написано, что утилизировать, что на переработку, что на это. Это из серии, почему в тех или иных странах мусор просто скидывают все в одно. И, типа, ну, людей жалуются. Но наш менталитет не победить, нас не приучить. Детей здесь с детства приучают. Поэтому детей не надо перевоспитывать. Когда взрослые, типа, выкидывать этот мусор сюда, этот сюда. Они с детства это знают. Вот я своих с детства и приучаю, чтобы они за собой убирали. Молодец, положи. Положи. Еще принеси. Еще там есть. Ой, умничка. Иди вон, еще две принеси. Принеси вон. Натанчик, принеси вон две буковки. Давай. Неси, неси. Майки, положи. Ой, молодец. Ой, похлопай, похлопай, Майки. Молодец. Умничка. Дай братику одну. Вот. Мой мусор я уберу. На, держи. Давай, убирай. Что, ударился чуть-чуть? Убирай. Молодец. Похлопай, похлопай. Похлопай себе, какой ты молодец. Вот. Умничка. Майки, и ты тоже. Пойдемте дальше. Клади. Похлопай, похлопай. Майки, молодец. Майки, смотри, мэйджик, мэйджик. Почти посмотрим, что у мамы получилось. Ой, мама что нарисовала. Все поле заполнило. И ты садись. Два маленьких архитектора. Один строит, другой ломает. Мягкие такие. Ну, они довольно-таки тяжелые. Ну, это, может, килограмм весит. Но они все такие, как бы, плюшевые. Натаня, или это туннель? Ты не должен разбирать крышу. Бум, землетрясение. Весь дом рухнул. Он крышу разбирал, потому что не мог пройти. Боже мой. Ты, ты. Инженеры, блин. Мамин рюкзак. Да, не надо. Зачем тебе кепка здесь в помещении? Динозаврик. Алазаурио. Алазаурус, да. Алазаурус. От полутора до двух тонн. От 30 до 40 фит. То есть от 10 до 12 метров в высоту, да? 155 миллионов лет назад он жил. Да. Вот сейчас мы пойдем туда вниз. Речка. Речка, кораблики, игрушки. Это мы только второй этаж обошли. А сейчас идем на первый. И работает он до пяти. Вот мы уже здесь 40 минут находимся. Еще целый час. Так что идем вниз. Сейчас там будем тусить снизу. Слушайте, ну офигенный термой. Кондиционер показывает, что здесь 71 градус. Ну, комфортно. У меня дома... Ну, сейчас я включаю на 68. А так дома 70. Стандарт. Здесь 71. Нормально. Да? Не жарко, как на улице. Здесь 70. На улице 100. А было 115. Нифига себе. Майки, покажи. Вот здесь у папы вот гвоздик, да? Вот здесь гвоздик у папы торчит. Вот бы такую хебебюнер. Раз машинку бы задрать, ему бы вытащили этот гвоздик, да? Офигеть. Целая мастерская для детей здесь. Дальше идем. О, на мальчик колеса поменял. Офигеть. Там прям вот сам колеса меняешь. Я в шоке. А ну-ка, проверь масло. Масло нормально. Да, что у нас здесь? Смотри. Это что? Диагностик Тул. Это люфтфильтр. Это что у нас? А-ля свечи. Но это... Не знаю. Так. 12 вольт батарея. Нормально. Значит, мы не на грузовике. Так. Вот она батарея. Антифриз, конечно. Расширительный бачок. Что, ты куда сигналишь? Не надо, не надо. Пойдем. Пошли колеса проверим. Пойдем. Иди сюда. Спускайся. Давай, держи. Смотри. Смотри. Вот сюда. Смотри, берешь колесо. Вот так, смотри. Вот так. О, он крутит? Давай. Зюх. 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 Ну-ка, давай, папа вот так сделает. Смотри, смотри. Вот это что за шурупы были. Смотри, раз. Вот еще один открутим. И давай еще вот этот. Не-не-не, смотри. Видишь, что папе надо? Смотри, смотри сюда. Бери, бери колесо. Бери колесо. Бери, вытаскивай его. Вот так. Кладем. Вытаскиваем гвоздь. И опять давай, опять мы его оденем. Вот так. Ну, а помогать, кто будет папе закручивать? Папе. Натанчик, иди сюда. Так, закручиваем опять колесо. Там девочка смотрит. Нафига ты, говорит, раскрутил? Я что-то собрала. Офигенно тема. А, он звук издает еще. Но он не крутит. А, крутит. Не, нифига. Нашим, кроме горки, ничего не надо. А тут, смотрите. Тележка подъехала. Вон сверху девочка закидывает кирпичи. Они поднимаются наверх. Сюда идут. И вот сейчас они посыпятся. Смотрите. А наши тут гоняют. Вот полезли кирпичики. И потом вниз будут прыгать. Так, Майки тут. А где Нейт? Вот он. Вот он, тигр бегает. Подожди, подожди. Там еще больше. Монстер фиш. А, вот рыбка. Американ рапплфиш. Какая. Семь футов в длину. Ух ты, вот он, монстер фиш. Вау. Смотри, какая рыбка. Вон он его индейц мочил. Это осетр, что ли? Нет. Ну, вон то осетр точно. А вот это гунч. Монстер кат. А это джайант барб. Ну, это окунь какой-то, да? Кинг оф фиш. Нифига себе. Король рыбы. Девять футов. Три метра в длину, ребятки. Три тридцать, если быть точным. До трехсот килограмм. Группер какой-то огромный. Где? Вау. А? Это пироруку, да? Красавица. Огромная дырочка такая. Я смотрел где-то Discovery. Попал на серию, как они ее вылавливали. Вот в Амазон. Она просто монстр. Ох ты какая. Акула пила. Иди, беги. Беги, беги, беги. Залазь на рыбку. Залазь. Рыба пила. Рыба пила. Окунь. Это голова змеи. Аллигатор. А здесь что? Вес. Вес. А ну-ка встань. Если бы ты был пироруку. Один. Два. Давай я встану. Че? Три. Эй, ты маленький этот. Ну давай сейчас папа встанет. Так, бей. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай. Смотри. Ну, убежал так неинтересно. Куда ты убежал, ребятенок? Иди сюда. Потеряешься. Микелечка. Ты счастлив? Водичка. Конечно, надо вылить ее в воду, да, отсюда теперь все. А где братик? Иди к братику. Иди, вон, вон братик. Вон, посмотри, вон мама с братиком. Иди к братику. Иди. И скажи, я здесь хочу. Иди сюда, идем, пойдем, пойдем. Иди сюда, папа, кое-что покажет. Вот лопасти, вот смотри, вот водичка. Вот она вот так вот может бежать. Река Траки. Смотрите, ребятки, хочу кое-что показать. Вот горы. Те снежные шапки, которые мы видели. Это озеро Тахо. Все стекает туда и образуется. Они поставили плотину. Вот поэтому вот она. Лейк Тахо Дам. Потом вода. Побежала, 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 побежала. Здесь еще одна электростанция какая-то. ГЭСка стоит, которая вот дома освещает. Траки Ривер. Вот она бежит. Там есть какой-то Белл остров. Дальше бежит, бежит, бежит. Здесь что? А это просто, чтобы дети игрались. Бежит, бежит, бежит. Еще плотиной. Ну, Лэнст Проект. Короче, там уращаются земли, если я не ошибаюсь. Ну, и тут всякие интерактивные игры для детей. Вот одна пьевка, вот вторая. А вообще, смотрите, что здесь происходит. Вот оно, озеро Тахо. Вот. И потом речка, почему называется Траки, идет через Траки. Потом вот Рину, где мы находимся. Спаркс. Траки Ривер все течет. Там еще одно озеро есть. Пирамид Лейк. Если я не ошибаюсь, это не то озеро, где... Где мы проезжали в Карстон-Сити, если ехать. Ну, вот как-то так. Такой проект. Вот. Маруся говорит, мы на Пирамид Лейк не были. Это вообще в Куспине где-то это озеро. А не на лодочке? На, Натаня, альбон, у тебя лодочка еще пришла. Смотри, смотри. Вот так вот. Смотри, как она работает. А почему она? Лопасти. Лопасти сильно длинные. Она задевает эту штуку. Время без двух, пять. В пять закрывается. Мы прям до победного, да? До разбития губы. Что там? А, плотину мужик построить. Прикольно, может, самолет? Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Машинку забрали. Ну, что, поехали в жару. Поехали в сорокоградусную жару. Вообще, сейчас в цирк поедем. Одна женщина и четыре сына. Нифига себе. С коляской еще. Тиньку. Ну, слушайте. Я вышелся. Вау, пекло какое, а? Ну, слушайте, рекомендацион в музей. Прям вот. Мы здесь почти два часа провели, полтора точно. Офигенно. Чем старше, тем больше времени проведешь. Чем старше, тем больше времени проведешь. Чем старше дитё. Классно. Классно. 101. Фу. Погнали. Цирк. Парковка забита. Первое попавшееся место втыкаем машину. Вот. Устроит нас. А здесь нельзя. А здесь не хочу. Вот, нашел. И я сейчас найду. Fun for adults and kids. Вот он, цирк. Собственно говоря, сюда мы приехали. Циркус. Это отель. Мы в Вегасе в таком жили, кстати, как-то. Вот сейчас по вот этой вот штучке перейдем в ту сторону. И пойдем посмотрим. И как в Вегасе. Парковка бесплатная. Напитки все внутри. Бесплатно. Отели. Копейки стоят. Лишь бы ты просто жил. Приехал сюда. Парковался. Условно там жил. Пил. И проигрывал свое бабло. Либо казино. Нельзя выиграть. В долгосрочной перспективе. Куда нам? Патер-ресторан. Мейн казино. Паркинг. Медвый казино. Ну, давайте сюда. Посмотрим. Вон там автоматы. Так. Там уже накурино. Я уже чувствую здесь просто жесть. Там же пьют и курят внутри. Там просто топор можно вешать. Да. Ой, какой тигр. Здесь тоже, да? Ну, welcome to циркус. Вот сюда нам надо. Возможно, там же дети. Вот знак стоит. Наверное, курить запрещено. Аккуратно. Там, где дети, я надеюсь, они не курили. Давай уж дойдем и посмотрим. Да. Циркус. Стой. Ты на таком ездил хоть раз? Конечно, ездил. Скажи, в Торонто как минимум. А, ну вот оно и есть детское казино. Так. Да, Маша, снизу курят в казино, а вот детское сверху здесь не курят. Видишь? Это все казино для детей с игровыми автоматами. Совсем здесь показывают представление. Вот девочка покурила здесь и все. А туда нельзя. Видишь? Она здесь выдохнула, а туда нельзя. Снизу играют, курят. Здесь кондиционер, нет сигарет и все для детей. О, хорошо, замечательно. Мы будем играть? Будем играть в казино? Какие глазки у нас? Натаниэль побежал в боулинг играть. Пойдем, Айки. Пойдем, пойдем, Аймали. Смотри, тут кухня, катапульта. Смотрите, молоточком хреначишь вот так и курица в кастрюлю запрыгивает. Обалдеть. Ты видел курочка в кастрюлю, не запрыгнула? Смотри, вот так и курица в кастрюлю, не запрыгнула. О, не забрали. Вот ты. Ты хочешь? Возьми, возьми, возьми. Возьми. Спасибо большое, мэм. Ой, дяденька, для тебя выиграл игрушка? Кто это? Котеночек. Котеночек. Я бы им устроил геймовер. Только что галактику показывали. Я чемпион по галактике, отвечаю. Я бы у них сейчас все казино обанкротил. Жаль просто все выигрывать. Они же потом закроются после меня. Оставлю я, пускай люди радуются, что наслаждаются. Не буду их обыгрывать. Как тебе казино? Хорошо? По-моему, дети в шоке. Очочки одеваешь, короче, VR-тема. И погнал. На такой машинке King Kong. Of School Island. Вон девочка там на машинке катит. Вообще. Ну, короче, офигенное место. Вот, очередное офигенное место в Рино. Пацаны подрастут, мы точно сюда приедем. И в этот музей еще раз. Вообще. Класс. Куда ты меня тянешь? Казино. Конечно. Мы в октябре поедем с Омой в казино. Так вы дома останетесь, а папа пойдет, сыграет. Потому что там вот реально накурено. Где мама с братиком? Пойдем маму с братиком искать. Где мама с братиком? Куда они? Куда они пошли? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Они же где-то должны быть. А шоу сегодня не будет, поэтому... Поэтому знаете, что мы делаем? Едем в сторону дома. Мы сейчас заедем в магазин. Морусе надо таблетку от головы срочно купить. Потом мы поедем по пути в сторону нашего дома. Какой-нибудь найдем итальянский ресторан. Покушаем. И потом поедем домой. Потому что 101 градус в такую жару. Но на улице вообще не очень хочется находиться. Машина где-то минут 40 в гараже стояла. Или там 30 минут. 102 градуса. Что на улице, что здесь. Все кондиционеры, они воздух сюда в гараж дуют. Все эти воздушные коллекторы. Здесь все гудит. Ну, то есть там внутри хорошо. А вот эта теплота из всех... Кондишен все сюда валит. 102 градуса. В тени. Я в шоке. Вот это он мячик выиграл, пацан. Не, ну мы и не играли. Ибо, блин, самый прикол. То, что везде. Там нельзя деньгами играть. Надо купить какую-то карту. На нее заряжать деньги. И только при том наличку. То есть ты банкноту воткнул. Тебе на эту карточку перечислили. Кредитки они не берут. Ну, чтобы люди в эйфорию не впадали. И типа, а сейчас я точно выиграю. Чувствую. Все бабло проверено. Проиграл, а потом вот с пятого этажа просто вниз на асфальт. Вот чтобы такого не было, только наличка. Взял с собой 100 баксов, проиграл. Будь добр прогуляться к автомату. Сними сколько надо. Мы за это не отвечаем. Вот. Мы только наличку берем. Молодцы. Нифига по знаком прочитал, что здесь университетов Невада есть в Рино. Ох ты. Среди бетона и асфальта температура растет. Уже 103 на солнышке. Да-да. Ну, 38-40 в таком диапазоне сегодня и ожидалось. Но вот что у нас, 46 будет там, где мы живем, это да. Так, сейчас в аптеку и кушать. Зашел, купил Маруси ибупрофен, себе Red Bull. Боже мой, я отвечаю, как в Вегасе. Бухой, укуренный сброд. Вот просто. В казино вот такие все нарядные. А по улицам, я не знаю, кто в чем одет, кто в каком состоянии. Знаете, Вегас, Рино, все одно и то же, реально. Кто на что гораст. Ну, просто зашел, во-первых, кондиционер, все как бы хорошо. Но просто дурью на весь магазин. Чуваки бухие, бабы какие-то бухие. В ковбойских сапогах, в платьях там. Ниже некуда. И чем южнее в пустыню мы едем, тем жарче становится. 104. Не, ну, сейчас все равно уже время. Без 5-6. И как бы, о, Спаркс. Офигенный город, мы тоже там в свое время Airbnb снимали. Достаточно богатый район. Ну, город Привино. Так вот, как бы, время 6. Температура должна спадать рано или поздно. Кьянти только в бутылке, только полтинник. Цены здесь 20-20-20. Для Невады это недешево. Ну, и сам ресторан. Мне же стыдно здесь снимать. Потому что снимать не буду. Здесь все побогачу. Как-то так. Прямо реально итальянский ресторан. Я видел, что они тут подают. Это просто круто. Стеллочка. Дети хлеб грызут итальянский, свежий. Жду свою пасту фитучини за 27 баксов. Ибо итальянский ресторанти со скатертью и со всеми делами. Да? Семейный ресторан. Давай с дядькой поздороваться. И что? Кто там? Кто там? Это майки там. Давай ты пойдешь тоже своими ножками. Давай ручку папе. Так, вердикт. Поели на 80 баксов. Ну, 67, по-моему. Тут тоже живая музыка. Тут тоже ресторанти. Не здесь. Прямо-прямо. Вот здесь. Заказал креветки. Да, вот. Стендап. Стендап, хобик. Офигеть. Пойдем, пойдем, пойдем. И лингвини с креветками. Приносят лингвини с чикиным. Говорим, ну, давай здесь быстрее пройдем тогда. Да, тушь. Итак, пошли сюда. Я говорю, ребят, ну не серьезно же. Они говорят, ну мы не в курсе. В любом случае, говорят, мы новое сделали. На дне я, конечно, курицу нашел, когда доел. Ну, курицу сняли. Креветки покидали. Ну, не очень приятно. Дело даже не в том, что переделали. Мне очень приятно, когда 300 раз объясняли, что именно креветки, а тебе курицу приносит. Ну, блин. Так, местечко неплохое, дорогое, сопровождалось офигенной музыкой, там, а-ля Бессоми Муччо и все такое. И там что-то из репертуара Челентано было и Пупо. То есть, приятно было сидеть, картина Мона Лиза, все нормально. Ребятенок, вставай. Вставай. Ну, поели-поели, ладно, пофиг. Поехали домой. 10 минут отсюда мы живем. Так что, как-то так прошел наш день. Все, домой приедем, детей помоем, переоденем. Собачка, где собачка? Покажи, где собачка? Где собачка? Где собачка? Видишь собачку? Где? Покажи, где собачка. Вон она собачка. Собачка там, да, собачка. Пойдем. Ай-яй-яй, побежал, побежал. Ну, да, короче, ребятки, тогда на этой нотке я с вами попрощаюсь. С нами уже ничего не приключится. Домой помоем, дети сейчас покушали. Митболы ели, креветки ели, пасту у меня ели, хлеб ели. Короче, они наелись до отвала. Да, да, да. Так что, мыть, усыплять за сериальчик. А завтра с утра, оставайтесь с нами. Завтра с утра, Сан-Харбор. Ребята, прям с самого утра едем, забиваем офигенное место и просто тащимся на лучшем пляже Натахо. Жара спадает. Выехали, было 100 градусов. Сейчас 95. Ехать 8 минут, но сейчас постепенно вниз идет. Кондиционер начинает справляться с жарой, потому что, когда было 115, кондюр реально не справлялся. В этой машине очень хорош кондиционер. Я реально не жаловался еще ни разу. Но это впервые такая жара. За сотню, где я юзаю эту машину. И после 40 кондиционер не справляется. С меня не течет. Здесь не адовое пекло, но все-таки не очень комфортно. Вот еще бы... Ой, вот сейчас температура 95 градусов. Кондюр прелестно работает и все замечательно. Выше сотни это, я не знаю. Опять же, я думаю, не каждый кондюр может справиться с такими температурами. Ну все, мы дома. Просто захотелось поделиться еще одним впечатлением, пока едем. Нормальная такая скорость интернета. Время... Сколько времени, чтобы не соврать. Время 8.51. Мы выехали из дома к трем. Я поставил загружать ролик. Ролик около часа. Один процент. Он один процент загрузил. Я проверил. 2 мбит в секунду. Я такого интернета, что никогда не видел. 2, Карл. У меня дома тысяча. Здесь 2.